Что именно сейчас происходит? Почему вы басуете? У нас всероссийская сдачка сейчас проходит. Проходит она по всем областным городам. Все регионы у нас охвачены. Машины остановились. Они перестают возить груза, потому что мы уже полтора года требуем диалога с властью. А власть со своей стороны, наоборот, все нам больше и больше закручивает гайки. Даже полтора года назад мы работали уже в минус. У нас прибыли уже давно нет. Наши грузовики дошли уже до ручки. На новые вообще не рассчитывая. Обновление транспорта тоже самое. Нет возможности. Вопрос больше стоит уже оставлять деньги дома, в семью или вложить что-то в машину. А это влияет на безопасность дорожного движения. Наши грузовики стоимостью как жилье, квартира. У многих еще кредиты за эти грузовики. И деваться нам просто сейчас уже некуда. Потому что никому мы их продать не можем и остаемся с большими долгами соответственно. Как нам сказали, что мы в свое время понабрали дешевых кредитов и понабрали грузовиков, а теперь они оказались лишними. Это все вранье, потому что кредиты совершенно не дешевые. Они от 30% годовых идут. А грузовики в свое время брались под ту работу, которая существовала. И надо смотреть правде в глаза, что на сегодняшний день многие предприятия, многие большинство, они просто позакрывались. Остались купи-продай какие-то магазины. И они именно сейчас открываются. Производства нет на самом деле. Возить нам нечего. Поэтому грузовики-то остались лишние. Сколько примерно участников сейчас? Здесь у нас не стояла цель выгнать сюда весь город и все машины поставить. Чтобы не блокировать движение в черте города, не нарушать порядок, мы выгнали вот это количество машин. Дальше мы никуда их расставлять не собираемся, чтобы город от этого не страдал. Наша задача просто показать, что мы стоим, мы не работаем. А дальше людям самим решать. Когда они, я надеюсь, увидят пустые полки все-таки. Только так можно добиться. Как бы это плохо не было, но другого варианта у нас уже нет. Как я понимаю, здесь дальнобойщики не только с Энгельса, да, и с Саратова. Может быть, еще кто-то приехал? С Саратова нет еще. С Саратова сейчас подъедут еще машины. В общем, машины должны подъехать. Как раз для них тут есть места. Здесь только Энгельские у нас. На какой срок вы, так сказать, встали? Здесь, ну, попробуем. Если к нам не будут силу применять, значит, мы простоим здесь, наверное, до 3-го числа. А после 3-го числа у нас с 4-го апреля в области региональной дороги закрываются на просушку. Но знаю коррупционную составляющую и то, что сейчас продолжают работать тонары, возить щебенку, как раз те злейшие, скажем так, даже не водители этих грузовиков злейшие, а именно предприятия, которые заставляют их работать в таком режиме. Мы будем воздействовать на органы власти, чтобы эти машины перестали двигаться по дорогам во время просушки. И такой вопрос, что вы ждете от властей, вот именно, что вы ждете от властей и что может повлиять на окончание вашей акции? Мы готовы прекратить свою акцию, если на федеральном уровне органы власти, как минимум в лице, наверное, министра транспорта Соколова, предложат нам встречу за круглым столом с привлечением средств массовой информации. Это первый канал НТВ, центральный, который показывают, и отмена системы властью. Либо реорганизация под международный транспорт. Есть у нас наработки, мы можем много что предложить, чтобы он существовал, но только не в том формате, который сейчас есть.